Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Без очередей. Как решается проблема дефицита мест в детские сады? Их не знают в лицо. Сотрудники госнаркоконтроля отмечают свой профессиональный праздник. Чудо техники на свалке. На полигоне бытовых отходов работает универсальная спецтехника. А сейчас обо всем подробнее. Сокращение очереди в детские сады – главный вопрос на повестке дня. Расширенное совещание провел губернатор Кубани Александр Ткачев. Глава Анапы Сергей Сергеев принял участие в этой работе. Решение проблемы дефицита мест в детских садах в Краснодарском крае – задача приоритетная. И она решается, подчеркнул губернатор, но не так активно, как должна бы. За последние два года мы провели большую работу по уменьшению очереди в дошкольные учреждения. При плане 19 тысяч мест создали 23 тысячи. В 2014 году край занял третье место в России после Московской и Иркутской областей по количеству построенных детских садов. Особенно проблематично сегодня получить путевку в детский сад для малышей в возрасте от 3 до 7 лет. И число дошкольников растет благодаря высокой рождаемости. Население, в том числе и детское, растет за счет миграции. Проблема общая для всех городов и районов края – поручение губернатора использовать новые эффективные формы решения вопроса доступности дошкольного образования. Не только строить новые здания, но и оптимизировать пространство в уже существующих садиках. Говоря по-иному, использовать это пространство с умом. В Анапе – решение детского вопроса на личном контроле главы курорта. У нас около полутора тысяч детей нуждаются сегодня от 3 до 7 лет. Мы, я думаю, до конца этого года очередь ликвидируем. Это будет полный комплекс и оптимизация мест существующих. Это 653 ребенка мы за счет этих мероприятий устроим. И, соответственно, будем строить и за счет инвесторов в том числе. Дорожная карта по ликвидации очередности в дошкольные учреждения в Анапе действует второй год. Реконструкция, капитальный ремонт детских садов и строительство модульных пристроек идет не только в городской черте, но и в сельских округах. Начало 2015 года отмечено появлением нового детского сада в хуторе Красный Курган. Краснодарский край не входит в число регионов участников государственной программы переселения соотечественников из-за рубежа. Беженцы из Украины пребывают здесь временно. В течение 30 дней по закону они должны определиться, выбрать тот регион, где хотели бы проживать. В пансионате Полярной Зуре временно проживают 176 человек. Сегодня им предоставлена возможность выбрать из 56 регионов России тот, где они будут жить и работать. Приоритетны для заселения в этом году Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области. Но переселенцы могут выбрать и другие. Преимущества участия в программе переселения соотечественников очевидны. Переселенцам предоставляется единовременная выплата до 150 тысяч рублей на каждого члена семьи. Взрослым – трудоустройство и социальные гарантии. Малышам – место в детских садах и школах. Людмила Симончук уже определилась с выбором. Или Ростовская, или Орловская область. Орловская область – это мои родители там родились. Люди, население приносило сюда одежду, питание, деньги. Ну все. Чем могли, тем делились. Особенно много администрации помогало. Наши полярные взоры. И администрации, и директор. Мы очень благодарны за все, что они для нас сделали. На Кубани беженцев из Украины принимали временно. Наш край не входит в перечень регионов участников государственной программы переселения соотечественников. Людям оказывают методическую помощь, чтобы облегчить процесс переезда на новое место жительства. Сегодня профессиональный праздник отмечают наркополицейские. Дата 11 марта выбрана не случайно. В этот день было создано специальное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Наша съемочная группа познакомилась с работой тех, чья служба на первый взгляд не видна. Что продаете, еще раз говорю. Не знаю. А как выглядит то, что вы продаете? Пакетиков. Что пакетиков? Да не знаю, я как это называю. Ну что, жидкость, порошок. Порошок. Сегодня очень много желающих обогатиться за счет чужого здоровья. Наркополицейские стараются на несколько шагов опередить продавцов смерти. Судя по количеству сбытчиков, сидящих за решеткой, сотрудники наркоконтроля отлично справляются со своей задачей. За последние два года изъято свыше 50 килограмм наркотических средств. Пресечена деятельность 15 организованных групп, занимавшихся распространением психотропных веществ. Обстановка на территории города Куртанапа в целом благоприятная за счет наших усилий по борьбе с наркопреступностью. Но все еще есть с чем бороться и чему уделить внимание. Но думаю, вскоре мы искореним эту заразу наркотическую полностью. Главное, чтобы нам в этом помогало общество и такие институты общества, как семья, воспитание детей в школе. Потому что в основном, основной категорией наркопотребителей являются дети школьного подросткового возраста. А это кадры совсем недавнего оперативного захвата. Реализацией наркотиков занимались двое. С помощью интернета продавали запрещенные вещества. Преступная группа имела хорошую конспирацию. На протяжении семи месяцев работал весь отдел. Изъяли большое количество наркотических средств. Наркотик они изготавливали сами, фасовали у себя, разводили. Потом также потребителям сообщали места и тайники, где находится наркотик. Потребители деньги за наркотическое средство присылали им путем электронных платежей. После чего получали адрес местом закладки. Этот день сотрудники ведомства провели на работе. Даже в свой профессиональный праздник, не покидая пост, защищая спокойствие граждан и продолжая бороться с преступностью. Рабочий день у нас ненормирован. Целыми днями мы занимаемся работой, выявлением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Тяжело морально, физически, но если это призвание, то человек всегда будет готов трудиться на благородие на своем. Благодаря работе наркоконтроля очень часто зелье не доходит до своих покупателей. Каждый задержанный продавец отравы – это, возможно, десятки спасенных жизней. Единственное в своем роде. В городе-курорте появилась универсальная дробилка «Бизон». Предназначена она для измельчения древесины и веток. Со всех округов и районов Анапы на полигон бытовых отходов везут материал для переработки. Это чудо техники – большая помощь переработке строительного мусора. В работе универсальной дробилки «Бизон» все просто. Однако без операторов не обойтись. Машина германская требует особого ухода. Ждали ее долго, а как пригнали, незамедлительно приступили к работе. Со всей округи на полигон привозят ветки, доски, бетон и кирпичи. За короткий период измельчено 100 тонн древесины и 250 тонн строительного мусора. Погрузчикам подается в шахту измельчение материал. Там его дробят в специальные зубья измельчители, где он выходит по ленте в контейнер и отвозится на тело полигона. Дробилка измельчает и плотнее укладывает материал. В этом ее ценность. С помощью нее значительно замедляется процесс роста площадей, предназначенных для захоронения бытовых отходов. Пешеход всегда прав? Сотрудники ГБДД готовы с этим поспорить. Только с начала года в Анапе около 400 нарушений правил дорожного движения допустили пешеходы. Забывая, видимо, что они обладают не только правами, но и обязанностями. Безопасность на дорогах. Чем ближе лето, тем острее становится этот вопрос. Число автомобилей на улицах Анапы увеличивается в разы. И очень важно, чтобы все участники дорожного движения соблюдали правила. Пешеходы – не исключение. Нарушаешь – не все заслуженные наказания. Например, за переход проезжей части в неположенном месте придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей. Какие дополнительные меры принимаются для обеспечения безопасности на дорогах, рассказал заместитель начальника ГБДД города-курорта Алексей Говоров. Неоднократно поступали жалобы от жителей города-курорта Анапа на организацию движения по данному участку дороги по улице Тургенева. Решением комиссии было установить дорожные знаки 327 по правой стороне улицы Тургенева, запрещающие остановку в стоянку транспортных средств. И, соответственно, когда будут установлены дорожные знаки, будет организована работа эвакуаторов по улице Тургенева. В приближающийся летний сезон ставят не менее важные задачи. С июля ужесточатся правила перевозки детей. В перевозке детей запрещено использовать автобусы старше 10 лет. На этом мы заостряем особое внимание и просим руководителей детских здравниц заранее побеспокоиться о заключении договоров с индивидуальными предпринимателями и с руководителями транспортных предприятий на перевозку детей в летний курортный период. В рамках программы «Безопасная улица» для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями на особом контроле стражей порядка водителей в состоянии алкогольного опьянения. За два первых месяца текущего года составлено 23 административных протокола на нетрезвых водителей. И это одно из самых опасных нарушений и штрафы соответствующие. 30 тысяч рублей и лишение права вождения автомобилем на срок от полутора до двух лет. Ровно через месяц, 11 апреля, во всем мире отмечается памятная дата. Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Анапчанка Надежда Подолян целый год была узницей концлагеря в Джанкои. Своими воспоминаниями о тех страшных днях Надежда Иосифовна поделилась с нашим корреспондентом. Надежда Подолян родилась в 1926 году в селе Юровка. В 1933-м ее семью раскулачили и переселили недалеко от села в хутор Вестник. Когда началась война, Наде было всего 14 лет. Многое пришлось пережить в суровые военные годы. Душегубку сильно боялись. Нас расстреливали, вешали и вот это нас угоняли. Надежду Подолян и других молодых девушек фашисты угнали в Джанкойский концлагерь. Дорога была тяжелой. Пешком гнали датамани вместе со скотиной. В концлагере занимались сельскохозяйственными работами. И так в рабстве Надежда Иосифовна прожила целый год. Кормили плохо. Знаете, по кусочку хлеба. Когда доили корову, то доим корову. И то похлебаем с ведра. Вот это молока. Девушки с трудом добрались обратно домой на Кубань. Никто уже не ожидал их увидеть снова живыми. Мама сказала, дочечка, мы тебя не ждали. Потому что в нашем селе пошел разговор, что вас потопили в Керченском проливе. После возвращения из концлагеря Надежда Подолян отправилась жить к сестре в Моздок. Там и встретила День Победы. День Победы у меня был в Моздоке. Кричали девчата, кричали, ай, Победа! Ночью. И пришел приказ, что вот этот штаб всех созывает батальоны, все в Тбилиси. В Тбилиси Надежда Иосифовна познакомилась со своим мужем Николаем Подоляном. В 46-м они поженились. Позже переехали жить в Анапу. 22 года Надежда Иосифовна работала администратором гостиницы Анапа. Воспитали двоих детей, четырех внуков и шесть правнуков. Сейчас любимое занятие участницы войны – ухаживать за цветами, которых у нее очень много. 11 октября Надежде Подолян исполнится 89 лет. Маршрут безопасности. С подростками ведут работу специалисты центра занятости, госнаркоконтроля, врач-психотерапевты, нарколог. Более 200 школьников посетили лекции. Подробности в сюжете. Здоровый образ жизни – таков маршрут безопасности. Управление по делам молодежи совместно со специалистами различных структур рассказывает школьникам о вреде пагубных привычек. Просмотр фильмов лишь подкрепляет слова. Для старшеклассников такие встречи проводят каждую четверть. В последнее время такие мероприятия приобретают все большую значимость, так как здоровый образ жизни выходит на первый план в развитии и воспитании ребенка как личности. У Ксении Куляшовой много вопросов к разным специалистам. Выбирая профессию, она должна вам нравиться, рассказывают работники центра занятости. Ксения внимательно слушает, ведь самый главный вопрос – куда пойти учиться. Центр занятости пригласил девушку к себе для прохождения теста на определение сферы, которая ей подходит. Они очень нужны, потому что в данный момент психология нашего возраста, она немного подавлена, потому что готовимся к экзаменам очень сложно. И такие мероприятия помогают нам сосредоточиться на своей профессии, выбрать ее, по крайней мере. Такие мероприятия учат многому, признаются школьники. Здесь и здоровый образ жизни, и индивидуальные беседы с психологом. Ребята стараются не пропускать и внимательно слушать каждое слово специалистов. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. А погода снова меняется, что неудивительно для курортного города. Ветер сменится на северный и немного похолодает. Однако до плюс 10 днем это уже неплохо. Правда, ожидается дождь. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Чтобы зрение не подводило, пора пройти комплексную диагностику в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Берегите себя и близких. Считаете, что раньше вы видели лучше? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении ТРИЗЕ. По телефону 30 310 Крымска 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнеры программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова